Всем доброго времени суток. Меня зовут Иван Севастьянов. Вы смотрите полный курс о недвижимости. И сегодня мы поговорим про такую вещь, как поиск объектов недвижимости. Где их искать, как их искать, какие ресурсы использовать. Все это вы узнаете из сегодняшнего урока. На самом деле при поиске недвижимости все довольно просто. Процентов, наверное, 50 всех наших объектов мы ищем на общедоступных сайтах, на ЦИАНе, на Авито, на каких-то площадках по электронным торгам. То есть это не какие-то сакральные вещи. Это все находится в прямом доступе. Основные ресурсы для поиска у нас это ЦИАН и Авито. Это сайт Яндекс.Недвижимости, это сайты торгов. И еще мы в своей практике используем привлечение людей, которые сами хотят быстро продать свою недвижимость. Будь то квартиры, жилые помещения, участки, дома и так далее и тому подобное. Для Москвы и для Питера основным сайтом является ЦИАН. Достаточно большая база объектов недвижимости. Более-менее удобный поиск. Не скажу, что мега удобный. Но в целом там достаточно большое количество фильтров. Можно искать и по типам помещений, задавать критерии по цене, задавать, соответственно, метраж, отсекать продажу прав аренды, если мы говорим про аренду, покупку помещений. Смотреть на карте местности помещений, что должно быть достаточно удобно. Ну, в принципе, там все достаточно стандартно, на этом сайте все зависит от ваших целей. Когда мы ищем нежилые помещения, мы всегда через дополнительные фильтры отделяем продажу помещений от продаж прав аренды. Потому что продажа прав аренды нам неинтересна. Это немножко не наш профиль. Если говорить про работу с основными фильтрами, то основной момент, основной нюанс – это пошаговая работа. То есть, когда вы ищете какой-то объект, вы сначала задаете ценник не от 1 миллиона до 10 миллионов, задаете от 1 миллиона до 2 миллионов, смотрите, что есть. Смотрели все эти объекты, потом ставите от 2 миллионов до 3 миллионов. И потихонечку-потихонечку ищите то, что вам надо. То есть, чем уже фильтр, тем больше вероятность найти какой-то более-менее приличный объект. То же самое по площади, то же самое можно там по районам делать. В принципе, здесь все достаточно стандартно. Вот пример дополнительного фильтра. Это когда мы выбираем только продажу объекта и не ищем объекта с переуступкой прав аренды. Это вот тонкость, которую мы используем в своей работе. Больше, в принципе, каких-то там сильных тонкостей нет. Есть подписка на определенные объявления по определенным критериям. То есть, вы можете выбрать себе определенный фильтр, поставить подписку на объекты новые, которые появляются по этим фильтрам. И вам в почту будут приходить новые объекты. Опция тоже, в принципе, полезна. Особенно, если вы мониторите какой-то один отдельный сегмент данного рынка. Ну, вот пример узких фильтров. То есть, то, как ищу объекты я. То есть, в данном случае я ищу коммерческую недвижимость. И я сначала прохожусь по ценам. Допустим, от 2 миллионов до 3, от 3 миллионов до 4. Поэтому площадь у меня от 20 до 60 метров. То есть, в первом случае 35 объектов, во втором 42. Из них там гораздо проще выбрать, чем если у вас будет выдаваться 200 объектов или 500. Во втором случае я играюсь с метражами. То есть, ценник я оставляю один и тот же. В данном примере от 1 миллион до 2. Метраж, соответственно, я в первом примере беру от 50 до 100 метров. А во втором от 101 до 200 метров. Тоже выборка объектов небольшая. Через узкие фильтры можно, соответственно, гораздо качественнее отсеивать те объекты, которые вы ищите. Следующий сайт – это Авито. На Авито поиск объектов реализован хуже, чем на Циане. Сразу могу сказать. Более того, на Авито очень много фейков, недостоверных объявлений, очень много объявлений замаскированных. Где там, допустим, продажа офиса в центре Москвы за 2 миллиона. Заходим внутрь, а там написано, что это продажа прав аренды, что нам тоже как бы неинтересно. То есть, такого шлака достаточно много. Поэтому, когда мы работаем с Авито, мы, соответственно, точно так же используем узкие фильтры, чтобы весь этот шлак отсеять. Чем интересна Авито? На Авито есть объявления от покупателей, от тех людей, которые непосредственно покупают недвижимость. Что делаем мы? Мы делаем на Авито объявление о выкупе недвижимости. Ну, в данном случае, это пример нашего объявления, которое периодически мы запускаем на Авито. Потому что мы много работаем с нежилыми помещениями. Вы можете размещать, допустим, если вы ищете гараж, вы можете разместить. Куплю гараж за такую-то цену, за такой-то локацией, куплю квартиру или мини-офис. Эта штука работает. Люди начинают писать личные сообщения. Люди начинают звонить. Как правило, часть из этих звонков, они не совсем целевые. Люди пытаются что-то вам там втюхать, продать. Часть звонков целевые. То есть, таким образом, вы можете найти людей, которые хотят быстро продать свое помещение. И, что самое главное, объявлений от которых вы не найдете напрямую на цене на Авито. Вот можно использовать такую стратегию тоже. Я не скажу, что там будет два у вас звонков и писем в личку. Но определенное количество помещений тоже так найти можно. Следующий момент. Это сайты торгов. Их очень много. По Москве это Invest Moscow. По России это торги GoFru. Российский аукционный дом, аукционный хаос, инвест торги. Есть еще очень такая прикольная штука. Это субботний выпуск газеты Коммерсант с объявлениями о торгах. Это там очень большие развороты. В принципе, в них можно погрязнуть. Потому что очень-очень много там объявлений всяких разных. Там они будут по всей России. Очень много агрегаторов. То есть, вы регистрируетесь на одном сайте. Он вам собирает все-все-все объявления по торгам. По торгам будут у нас отдельные занятия. Это очень большая и очень интересная тема, имеющая свою специфику. Но в целом, для понимания поиска объектов, вы можете взять какой-то один сайт или несколько сайтов, посмотреть, что там есть. Сразу хочу вам сказать, что тот начальный ценник, который есть, допустим, на московских торгах, где там нежилые помещения бывают, с начальным ценником выставляются за 2 миллиона, за 3 миллиона. Он в процессе торгов может расти раз в 10. В следующих занятиях я буду приводить скриншоты, подробные кейсы, как вот это вот бывает. И как можно купить помещение с торгов, соответственно, по стартовой цене. Такие кейсы у нас в практике тоже есть. Вот скриншот с торгов по имуществу Москвы. Тут тоже есть фильтры. Они достаточно примитивные и допотопные, но, в принципе, можно там выделить помещение по цене, по метражу, по типу помещений. Но там, опять же, очень много машин и мест, гаражей. То есть, то, что не совсем является целевым, если вы ищете, допустим, офис, он вам все равно будет в нежилых выдавать вот эти гаражи и машины места. Специфика поиска с торгов заключается в том, что очень много объектов в регионах, очень много откровенного неликвида, когда продаются какие-то там совершенно ужасные подвалы, вообще без окон, без вентиляции, без всего. И самая главная специфика, то, на что новички не обращают внимания, это то, что цены указаны стартовые. То есть, если объект выставляется по стартовой цене в 2 миллиона, не факт, что он будет за 2 миллиона продан. И, скорее всего, не факт. В 99% случаев он будет продан за 6, 7, 8, 10 миллионов, но не за 2. Потому что приходит много участников, они повышают цену, и таким образом цена растет. И не всегда итоговая цена, она вообще в рынке, она бывает чаще всего выше рынка. И времена, когда можно было взять с торгов вкусный объект за 3 копейки, они уже канули в лето, потому что много умных людей, они мониторят торги, они читают газету «Коммерсанты», они подписаны на агрегаторы, они ходят на эти торги, но в целом тоже инструмент рабочий, однако требует много времени. На что обращать внимание при поиске? И Циан, и Авито из рук в руки, и Яндекс.Недвижимость предоставляют подписку на новое объявление по вашим фильтрам. То есть, вы, работая с несколькими сайтами, сделали подписку, вам капают в почту новые объявления, вы таким образом постоянно мониторите рынок. Размещение объявления от своего имени в разделе «Куплю недвижимость», в зависимости от того, какую недвижимость вы ищете. Если вы ищете мини-офис, вы так и пишите «Куплю мини-офис». Допустим, в городе Москва по цене до 1,5 миллиона предложения напишите в личку, вам начнут писать в личку. Это будут не сотни человек, но несколько человек, там за месяц вам, скорее всего, напишут, будут что-то предлагать. Можно рассматривать. Обращать внимание на узкие фильтры по цене, по метражу, по локации. Потому что, когда вы ищете по широким фильтрам, вам вываливаются несколько тысяч объявлений, да даже несколько сотен объявлений, вы в этом ворохе благополучно тонете. Когда фильтры узкие, вам выдаются 20, 30, 40 объявлений, вы их спокойно смотрите. И таким образом качество вашего подбора объектов, оно растет. И также обращаем внимание на то, что ценник на торгах, как правило, итоговый он выше рынка. То есть, чтобы вы не обольщались, зайдя на сайты торгов и посмотрев, вот тут куча там нежилых помещений, в два раза ниже рынка, давайте брать. Не всегда так можно будет сделать. И, соответственно, какой основной вывод? На самом деле, искать недвижимость просто. То есть, у нас 50, наверное, процентов наших объектов недвижимости были найдены на ЦИАНе, вот в тупую, через поиск. И эти объекты стоили ниже рынка иногда в два-три раза. Но этим надо постоянно заниматься. Если вы решили посвятить свою жизнь или часть жизни инвестированию в недвижимость, надо постоянно мониторить объекты. Их фильтровать, звонить, соответственно, выезжать, смотреть. То есть, это отдельная работа, которой надо постоянно заниматься. Ну, или, по крайней мере, по мере наличия у вас денег или заемных денег. И достаточно рабочая стратегия, когда вы размещаете объявление о покупке от своего имени. То есть, куплю такую-то недвижимость за такую-то цену, такого-то метража в таком-то районе. И люди начинают писать, звонить вам сами. Домашнее задание. Какое будет? Попробовать найти объекты типа мини-офисы и гаражи на сайтах объявлений и торгов. То есть, это те объекты, которые мы с вами разбирали в предыдущих уроках. По ним все более-менее понятно. По ним есть чек-листы. Те, кто делали домашку, они даже съездили и посмотрели эти объекты, пообщались, прочувствовали, пощупали, понюхали, потрогали. То есть, попробовать теперь найти такие объекты уже целенаправленные. Разместить объявление в разделе куплю недвижимость. То есть, опять же, можете разместить по гаражам, можете по мини-офисам. То есть, это те две темы, которые уже вам знакомы. И разместите отчет в комментариях под видео. На этом у меня в этом уроке все. Пишите вопросы в комментариях. Если они есть, подписывайтесь на нас в соцсетях. И до встречи в нашем новом уроке. С вами был Иван Севастьянов. Вы смотрите полный курс о недвижимости. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!